Привет, ребята! Я сегодня иду снимать интервью с моей подписчицей с Настей, которой я помогала найти жильё, и она переехала вместе с собачкой и сегодня расскажет все нюансы переезда животных. Здравствуйте! Можно? Проходите. Хорошо. Опа, привет! Видите, такая компания очень интересная. Это ребята мои подписчики Настя и как зовут Фредди и Фредди. Сегодня мы с Настей поговорим на тему переезда из Белоруссии во Врослав. Как раз вот недавно Настя переехала. Я помогала искать квартиру, немножко покажу вам экскурсию с самой квартирой, как выглядит. И самое интересное, вот у Настя хотела спросить по переезду с животными, потому что у меня животных нет, но мои подписчики часто спрашивают, какие документы, как на границе, вообще как проходить границу, как собачки, ну вот вы же ехали как на автобусе, да? На машине вы ехали. То есть как это все переносит животное, потому что ситуации разные с кошками, с собаками, с птичками хотят переехать. Поэтому, Настя, спасибо еще раз, что ты пригласила в гости. Расскажи, ты здесь сколько? Я приехала 27 февраля, то есть три недели почти. Почти три недели. Почти месяц, то есть уже есть. Да. Чуть-чуть отошла и уже можешь спокойно поговорить на тему переезда, значит, что-то очень волнительно было изначально. Ты приезжала сама? Я ехала с подругой. Мы ехали на машину сюда, Влада Вроцлава, она неделя побыла со мной, помогла мне тут обосноваться и поехала дальше в Словакию. Ну, так да. Сейчас мы с Продибом с вами живем. Ты переезжала уже на работу? Да, у меня, я работаю в этой сфере, поэтому у меня это процессы релокации. А, то есть ты в той же компании? Да, я осталась работать в той же компании, только вот в этот понедельник переоформилась в полисскую структуру, в полиский офис. А они как-то помогали тебе с релокацией? Помощь с релокацией была эта виза, плюс сейчас релокационный бонус. Да, да. Который, ну, месяца два у него покрывает аренды. Аренды. Ну, вообще, вот ребята с Беларусью, мы говорили просто за кадром о том, что очень много уже переехало, и вот почему вы так долго тянули, и что вас все-таки побудило? Ну, нужно было созреть как-то морально, подготовиться ко всему, потому что кто семьями, тем проще, наверное, те поехали чуть-чуть пораньше. Кто одиночки, надо было чуть больше времени на то, чтобы разобраться со всем, что осталось и в Беларуси, и, ну, больше вопросов-то морально попытаться к переезду. Вот, вот это, кстати, для меня, вот мы когда шли вместе, я говорила, что я восхищалась такими, особенно девушками, мне кажется, парню проще. Сейчас тенденция, очень много девушек с Беларуси по одному переезжает, вот я тоже искала квартиру, по-моему, уже четыре или пять человек, именно девушки. Боже, я восхищаюсь, я такая трусиха, мне кажется, я бы, ну, очень сложно тут в другой город переехать, а тут в другую страну, и само еще и на ответственность вот такая, такая вот красивая ответственность. А была возможность остаться работать в Беларуси, в этой же компании, или там закрывался офис? Пока не закрывается, но перспективы... Не очень, да, то есть надо было уже что-то думать, что-то решать. Надо что-то думать, решать, и у нас сейчас в целом прикрыли процессы релокации в Польшу, поэтому, ну, или я соглашалась, или нужно было бы, скорее всего, потом искать другие варианты, и ехать куда-то еще дальше, чтобы было бы еще тяжелее. Да, еще дороже, еще тяжелее. Давай перейдем по поводу собачки, вот, по документам, все-таки что нужно, чтобы переехать? Я могу, да, сказать по собаке и коту, потому что кошка у меня осталась пока в Бресте, в Беларуси, ждет, я за ней вернусь. По этим четвероногим нужен чип, международный ветпаспорт, нужно проверить, уточнить в ветклинике, какого образца ветпаспорт выдают, потому что есть, не все паспорта подходят для перевоза животных, и не с каждым паспортом сделают евросертификат. Что такое евросертификат? Это отдельный документ, который делается перед выездом в госветеринарной службе. У животного должен стоять чип, прививки от бешенства должны стоять после, либо в ту же дату, либо после установки чипа. А где этот чип установлен? В районе холки. Ты не больно? Я уже когда обрела Фредика маленького, у него уже стояло. То есть отзаботчику поставил чип и все. Если делается первая прививка от бешенства, то нужно выждать карантин 21 день, а только после этого можно ехать. Если прививка от бешенства уже стоит, и это просто как ревакцинация ежегодно, ждать 21 день не нужно. То есть ревакцинация должна быть либо до, либо в день, в тот срок, который указан в ВИК-паспорте. И комплексная от вирусов тоже ставится раз в год. Ну они обычно примерно в те же даты, что и бешенство осталось. И за 10 дней, но я так боялась, что Брест закроет и придется ехать через Литву, а это все разные документы. Я уставила визит к ветеринару на субботу. То есть мы выезжали на постресенье и на субботу ставила. Вообще, чтобы втык-втык, да? Да, чтобы если что не переделывать эти евросертификаты. Ехали мы через Брест на машине. Тут уже надо смотреть, кто как переносит дорогу. Потому что Фреддика выкачивает, ему тяжело было в машине находиться. Мы по очереди часто выходили куда-то с ним чуть-чуть прогуляться в той машине. Кошку я не знаю, как я буду ее везти. Она у меня просто орет всю дорогу. Да? Она будет кричать. Она какая-то домашняя не уходила, да? Ну, она да. Не знаю. А с кем она сейчас? Ну, она подруга. С другой кошкой. Кошмарит. Кошмарит другую кошку, да. А вы уже скучаете, да? Да, уже скучаются. То есть там вы как в клетке или как надо идти? Там есть какое-то правило вывоза или нет такого? Кошку. Переноски? Да, кошку перевозить в переноски. Ну, в машине это уже как бы свое пространство, поэтому... А, там уже не прибирать. Не можешь по ограничению. Я читала несколько случаев, что кошку выпускали из переноски и на ней не было ни шлейки, ни поводка. И, ну, на границе они резко становятся какими-то жидкими. Там через полу открытые стекла тоже от стресса выскакивают и их начинают искать. Но на границе вас никто не пустит искать, если животное бежит куда-то. Вот, поэтому лучше вот именно процесс прохождения границы, чтобы они сидели, ну, вот как ты, в переносках или хотя бы чтобы шлейка с полуком. Ну, что-то, что обезопасит от непреднамеренного побега. Побега, да. И стрессе, конечно, таком. Это сколько вы ехали вообще по времени? Ну, границу мы отстояли 12 часов. А как там вообще стоять? Там есть как-то приспособлено выйти, закушать в туалет? Ну, смотря на каких участках еду мы брали с собой, потому что на белорусской части нигде... Ну, туалет есть, но автомат с горячими напитками ничего такого нету. А на польской стороне я вот тоже уже не помню. Ну, лучше взять с собой еду. Если что, ее перед прохождением польского контроля выбросить, потому что нельзя проводить там мясом. Есть, все. Да, все в себя. Все в себя. Да, все в себя. Вот. Ну, да, мы так подготовились. Спасла нас термосы, петербродики. Да, еще столько времени стоят. 12 часов стоять, а сколько ехать потом еще? Заехали мы за часов 6 или 7. Ну, мы еще в Варшаве остановились покушать. Ну, покушали только. Но я имею в виду вот так вот, водителем, девушкам. Да. Ну, и я одна была за рулем. 16 часов. Ну, ничего, так марафон был. Марафон был. Доехали, выдохнулись. Не знаю, стоит 2 часа. Да, восхищаюсь от этого от девушки. А, ну, еще по прохождению границы. Белорусские можно декларировать. То есть, когда, если ехать животным назад в Беларусь, это обязательно через Красный канал. И если собака тяжелая, дорогая, могут посчитать декларацию вес и стоимость животного. Ну, я не планирую. Часто ездить с Фрейзиком плохо переносит границу. Поэтому для того, чтобы не считать в декларацию, когда вы едете назад в Беларусь, животное, его нужно задекларировать на вывоз. Заполняются две декларации. Одна остается, вторую там ставят штамп, регистрируют в системе. И когда назад вы возвращаетесь все равно на Красный канал, у вас есть декларация, что вы с этой собакой выезжали из Беларуси. И, ну, да, тогда можно избежать вот этих дополнительных моментов. Ну, а мы не декларировали ничего. Наши таможенники не посмотрели. Мы прошли пограничный контроль. Таможня прошла просто, просмотрела там багажник. Ничего там, как говорят, сильно перезаривает машину. Сейчас. Вот. А когда доехали уже к полякам, животным интересуется польской таможней. Документы проверяли? Да. Он увидел, что сидит с парком. Он сказал, ничего пока не надо. Потом принес вот сканер, которым считывается чип. Забрал вид паспорт и евросертификат вот этот. Да. Про тебя спорю. Забрал вид паспорт, евросертификат, что-то там у себя посмотрел. Через минут десять отдал документы и все. Счастливой пути. А, значит, все было запомнилось правильно. Да, да, да. А я могу, если что, оставить? Может, твой инстаграм? Может, люди будут конкретно спрашивать по вопросам? Ну, да, можно. По документам. Есть... Я могу... Или источник, откуда ты брала? Группу. Или группу, да. В Телеграме есть Pets to Poland. Там очень... О! Очень живое общение. Постоянные отчеты по пересечению. Ну да, чтобы было актуально информация, что у Настя одна может сейчас... И админы помогают с решением вопросов, потому что сейчас следующий момент, это нам нужно здесь оформить европейский паспорт ветеринарный. Вот. Ну, делать я это уже буду чуть-чуть попозже. Понятно. Ну, не все сразу. Не все сразу. Да. Поэтому, да, группа есть. Она такая очень живая и много информации там уже в архиве содержится. Ну, вот. Хорошо. Постоянные отчеты... Да, что я смещу. Конечно, да. Спасибо. Потому что я про животных ничего не могу сказать. Вся инфа там по прохождению границы. И проконсультирую даже если там не через польскую границу, да, как проезжать через Литву-Латвию. Потому что там тоже есть какие-то моменты. Не на каждом программ-переходе есть ветвая служба. И не каждый программ-переход пускает. А еще я слышала, что бывает, что берут залог за животное. Или там что-то, какие-то документы дополнительные заполняются, в которых прописано, что там в течение какого-то времени вы обязуетесь вернуться назад с этим животным, вывезти его из Кольши или из Литвы. Ну, в общем, нюансов много в зависимости от программ-перехода. Поэтому лучше, да, уточнять. Хорошо. Так, в общем, вы добрались. Ну, это я уже так от себя чуть-чуть могу сказать, что квартира уже ждала. Да, да. Я такой человек немного нервного характера. Поэтому я начала, да. Я понимала, что за животным найти квартиру тяжело. Это и в Беларуси сделать проблематично. И, ну, где-то за месяц мы начали работу, поиск жилья. Вот. Поэтому как раз этот месяц и понадобился, потому что квартира нашлась за неделю до выезда. Первый вариант у нас не сложился из-за того, что, да, был запрет на мельдование. Да. Нельзя было прописываться. Есть такие договора, они прям пишут, хозяева прописывают, что без права за мельдовача, а для иностранца... Ну, вроде как бы не так сильно и важно, с одной стороны, кто покупает машину... Если, да, я планировала менять машину. Вот, как раз машину. Вот нужен мельдонок. Через полгода нужно менять права. И тогда тоже нужен мельдонок. Тоже нужен мельдонок. Это 43 или 45. Угу. Ну, то есть там совсем маленькая там спальня была, и шкаф открывался в кровать. Не до конца. Да. По нашим меркам, я помню, мы когда жили, там было двушка пятьдесят, а здесь трёшка пятьдесят квадратов. Да, да, да. И я подумала, что, ну, с двумя животными будет... Тем более, да, ты же работаешь удалённо. И удалённо, и в офисе, ну, нужно бывает. Ну, да, конечно. Расскажи, вот, ты какие-то платила до двойника улицы или что-то такое? Я была готова к этому меркам. Где-то мы предлагали, потому что я увидела объявление «Объявление», там, вот, такой «Огрудок шикарный», и «Квартира просторная». В объявлении не написано, что... Ну, если в объявлении пишут «Звежата не акцептует», то лучше даже не звонить. А если ничего не указано, то уточнять. Но из этих вот уточнений процентов семьдесят отпадает, потому что сразу говорят, что нет. И там они написали, что у них плохой опыт предыдущих животными, а у меня были подготовлены фотографии Фреддика, там, где он максимально милый, невозможно отказать. Ну, он и так такой милый. Ну, вот, а что эта собака может сделать в той квартире? Ничего она не может сделать. И я уже им писала... Ну, мы говорили, что предложим повышенную кауцию, и если нужно страховку на жильё от Шкоды, от животных, ну, всё что угодно, то есть... Была готова предложить. Да, да. Но не отказали? Они вообще даже ничего не ответили. А я объясню, почему. Потому что большой спрос, и они перебирают. И когда три человека, которые пять животных и четвёртых животных, то они выберут пять животных, конечно. На эту квартиру изначально, мы когда договаривались на просмотр, она написала, что нужно будет сделать страховку и впишем клининг в договор. Потому что вы ездили, вы оплатите. Я делаю, я делаю клининг цивилизованно, нормально. Хотя я бы это и так не сделала. Ну, уже, знаешь, разные бывают люди. Да, то есть, ну, понятно, я делаю шерсть. Шерсть, и если там следующие жемцы аллергии, то, конечно, могут быть проблемы. И вот удалённо мы смотрели эту квартиру, и мы были первым просмотром. Потому что девушка тогда заболела, как-то на неделю отложилась, я уже начала волноваться, что искать ещё какие-то другие варианты, пытаться туда вот, чтобы мы записались. И мы были первым просмотром здесь. И, ну, вот, смотрим квартиру, ещё раз проговариваем, что всё хорошо с животным. Ещё раз показываем фотографию вот этого. А я уже переслала деньги на случай, чтобы вот задаться сразу. И всё. И я говорю, давайте договариваться. Ну, беру эту квартиру, чтобы всё... Пускай другие даже не смотрят. Отсказывайте, пожалуйста. А вот здесь так есть. Во взрослые так есть. Кто первый... Кто пешит, тем лепшит. Да. Вот. Поэтому с животными, конечно, очень большая часть рынка просто... Просто... Недоступна. Она отпадает. Может, где-то, мог быть, вариант и подешевле, и... Угу. Да. Такожи побольше. Ну, там, с какими-то ещё лучшими условиями, но... У меня тут... А, ну, ещё я искала, чтобы было парковочное место гарантированное. Может, этот нервяк с парковками? Да, да. Квест. Квест. Я решила даже... Поэтому я тоже до Насти приехала на автобусе, потому что я знаю, в центре тут не припаркуюсь нигде. Это... Это да. Ну, как тебе тут живётся? Хорошо. Очень классный район. Мне нравится много, где можно гулять. Порт Паповицы. Да. Новый, но при этом в центре города. И тут такое элитное жилье, считается. Вот чуть-чуть ещё гремела эта стройка. Ремонт был. Угу. Рядом и река, и трамвай. Угу. 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 Парк рядом. Угу. Парк. Речка. Много, где можно гулять. Очень много собачников здесь. Вот на самом деле поляки любят животных. Любят собак. Мне даже иногда кажется... Я считаю, что их намного больше, чем в Беларуси. Да. И они очень за собаками, за животными прям так трусятся. Мы даже смеялись, что ветеринарных клиник больше, чем салонов красоты. Да. И нет красоты. И салонов красоты. И они, вот, действительно, и пеленграция, и всё там что-то. Но при этом как сдать квартиру. Да. Вот это я тоже не поняла. Я столько здесь увидела с животными. Очень много. И вот, ну, у меня не состыковка, не совпадение. Если так хорошо относятся к животным, но всё равно именно онлайн аренда жилья... Да. И я вот тоже такое заметила уже по опыту, как договариваться с хозяевами. Идеально переезжать пока без животных. Снять просто квартиру. И с хозяевом потом войти в доверие, когда они перепуганы тоже. Иностранец. Мало того, что и так иностранец уже боятся. Вдруг перестанет платить. Вдруг ещё что-то. Вдруг там, ну, у них такие представления там. Начнёт тут каких-то цыган приводить по 10 человек. Ну, разные ситуации бывают. И вот у меня уже так 4 знакомых человека, которые через пару месяцев так у хозяина легонечко спросили, а вот у него фотографии, а вот он там так тэнскни за мной, и я так за ним. И они такие, ай, ладно. Ну, видят, что всё хорошо. Всё. Человек, который адекватный платит. Так что вот таким образом ещё кошка переедет. Да. Ну, у меня ещё особенность, что его владелец-то Юра Лицо. Угу. И вот эта девушка, которая администратор. Да, администратор. Да. Ну, пока она не приходила. То есть я уже за марк заплатила. Ну, может, она и не придёт. Может, не придёт. Они просто в договорах пишут, что там пару раз мы просматриваем. Ну, практика показывает. Угу. Это если вы перестанете платить, то она придёт к вам. Ну, скорее всего. В начале. Да. Ну, тоже просила и у Моху Анайми. У меня пока её не было, когда я переезжала. Поэтому там… Не Анайми. А праца? А праца. А праца, да. Когда я переезжала, то не приглашение, а что-то там… На работу. Контракт, да? Ну, вот контракт я здесь заключила через 2 недели. Потому что у меня была комиссия. А, приглашение на работу. Что ты ехала на пустой месяц. Да, да. Чтобы там, где будет прописана сумма моего здесь оклада, чтобы подтвердить, что я платежеспособна. Или выписки из банка. Тоже надо было. До месяца. Да. Ну, вот такие тут условия. К сожалению. Мне тоже иногда спрашивают, какая разница, где я работаю, потому что я не работаю, у меня сумма на счету. Они этого не понимают. Даже если ты, ну, мы поговорим, учительницей будешь работать, ну, стабильно, это лучше, чем вот у тебя вот такая стопка денег, а ты просто вот живёшь и рабочая жизнь. Да. Это и есть. Ну, спасибо большое тебе, Настя, за такое интересное интервью, за море позитива. И тебе тоже спасибо. Такой спокойный был. Он всегда спокойный. Очень. Да? Тормально состоялся. Очень. Посмотрите, какой, да? Прекрасный. Да. Нужно бы на ручку купить. По машине. Пока. И мы оставим контакты под этим видео, так что, если что, обращайтесь. Можно я сниму немного квартиру вашу? Да, снимайте. Угу. Спасибо большое. У вас евро-двушка, да? Да. Это, ну, это, да, вот по польским меркам это считается двухкомнатная, когда есть кухня, аннекс кухенный, сразу же стол, диван, ну, и в той комнате спальня. То есть, как бы по нашим меркам то получается, ну, такая однокомнатная, а здесь двухкомнатная. Спасибо. Спасибо.